Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Маргарита Геннадьевна Скалябина, директор Люберецкого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, которые мы чаще всего называем МФЦ. И поговорим мы об услугах, о том, как все работает, все ли там хорошо с окнами, как очередь выстраивается. В общем, немножко и напомним вам о этом замечательном центре. Ну, я думаю, что и напоминать нужно, многие им пользуются. Ну и, конечно же, может быть, что-то новенькое произошло. Но прежде я хочу поздравить вас. 11 лет, 28 августа, да, отмечался именно Люберецкому. То есть уже 11 лет прошло. Как быстро летит время. Это да. Да. Вот. Как-то отмечали, может быть, какие-то выдавали. Ну, в этом году мы скромно. На рабочем порядке. Да, в рабочем порядке. В связи с тем, что у нас 9 отделов, каждый отдел я непосредственно съездила, поздравила сотрудников, привезла торт. И на этом у нас все закончилось. Ну-ка, ну тоже, тоже уже хорошо. Я думаю, людям приятно, когда такое к ним отношение. Ну, о людях мы тоже, естественно, поговорим. О персонале, о том, как он набирается. Потому что работа все-таки очень сложная. Ну, и коль мы вспомнили Люберецкий, мы не можем не отметить, что в Московской области 14 сентября, это уже областному, да, как бы Люберецкому. Исполнилось 15 лет. Вот тут уже, можно сказать, что юбилей. А вы как бы входите, да, в состав этого. Дело в том, что 14 сентября 24 года действительно исполнилось 15 лет МФЦ Московской области. Всех директоров по всей Московской области пригласили в правительство Московской области. Нас поздравил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Поздравил, наградил грамотами, почетными, благодарственными письмами. И Люберцы тоже не обошли. Не обошли? Нет, конечно, нашего сотрудника с Центрального отдела, Жукову Светлану, тоже благодарственное письмо она получила. Ну, это косвенно говорит о том, что вы правильно работаете, в правильном направлении работаете. Коль, отметили вашего, это же всегда приятно, да? Да, и это, кстати, косвенно еще тоже говорит, даже не косвенно, а напрямую говорит о том, что руководство области персонально следит за работой вот такого важного элемента, как предоставление государственных и муниципальных услуг, потому что от этого зависит очень много. Ну, как бы вы и есть представителями власти, которые реагируют на какие-то проблемы, решают их и так далее. Вот давайте об этом и поговорим. Первый вопрос такой. Отличается то, что было 11 лет назад, от того, что сегодня? Да, конечно, отличается. И я уже об этом говорила и в прошлую нашу встречу, что у нас увеличиваются электронные услуги. На сегодняшний день их порядка 70%. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но мы работаем много со временем, и, соответственно, электронных услуг прибавляется. И вот тут сразу возникает вопрос. Мы же как простые люди думаем, так, если такое большое увеличение электронных услуг, то, наверное, такое количество окон вроде как и не надо, и вроде как не нужно такое количество людей, либо вы, эти самые люди, которые сейчас не возле окна, ждут, они работают с этими электронными услугами. Опять же, наверное, повторюсь, потому что я уже об этом ранее рассказывала, что у нас есть заявители, которые преклонного возраста, которые не совсем дрожат с техникой, с госуслугами. Соответственно, им, конечно, лучше бы, чтобы их принимали в окне. Поэтому говорить о сотрудниках, которые не нужны в МФЦ, сейчас... Я имею в виду рабочие места, ведь вроде как действительно... Речи быть не может в связи с тем, что те сотрудники, которые в окнах, они должны уже непосредственно быть рядом с заявителем около РПГУ, около госуслуг, и консультировать заявителя, стоять сзади и рассказывать, что необходимо сделать, на какую кнопочку нажать. Ну, мы называем это человеческим фактором. Я так понимаю, что даже если и не преклонного возраста, а человек сталкивается с какой-то серьезной проблемой, он может воспользоваться электронной услугой, но, может, ему хочется прийти, чтобы ему что-то растолковали, объяснили. Потом люди бывают нервные, напряженные, какой-то, может быть, документ к ним пришел, я не знаю, там, налог какой-нибудь на транспорт, он что-то говорит, почему, хотя вроде как это не вы же налоговая инспекция, но, тем не менее, наверняка, может к вам прийти тоже. То есть и по адресу, и не по адресу, но, тем не менее, человеческий фактор есть. И давайте тогда сразу расскажем, кто он сегодня, вот, простой сотрудник, работающий в окне, какими он обладает качествами, и как вы, где вы изыскиваете этих стойких людей. Ну, если говорить на сегодняшний день, с сотрудниками тяжело. Ну, действительно, у нас сейчас началась такая серьезная текучка кадров в связи с тем, что мы рядом с Москвой, и люди убегают в Москву. Но стойкие сотрудники все равно остаются. На них действительно огромнейшая нагрузка, потому что, если мы говорим об услугах, то это порядка 400 услуг уже. Они должны их знать? Конечно. Они их должны знать, они обязательно должны их выучить, они должны понимать на щелчок просто, какие документы заявитель должен предоставить. И это, конечно, не совсем все легко. Потому что это же как бы и время ожидания, у вас же, наверное, есть какие-то нормативы. Сколько по разным, наверное, вопросам, какое-то есть время? Время ожидания на сегодняшний день, это не более 2-3 минут, хотя мы пока не попадаем в эти 2-3 минуты, ждут дольше. Что касается каждой услуги, если мы говорим про соцзащиту, хотя сейчас соцзащита в основном вся перешла на госпортал, но если мы говорим о тех услугах, которые в окне, не включая Росреестр, то это не более 15 минут. Если Росреестр и кадастр, это полчаса. Но на сегодняшний день мы уже говорим даже о 20 минутах. То есть там не можно сокращать? Да, мы должны уложиться в это время. Соответственно, сразу возникает вопрос, если по Росреестру приходит заявитель с несколькими документами, несколько квартир там или недвижимости. Конечно, это уже не полчаса, не 20 минут, это уже больше. Но заявители иногда очень сильно ругаются на нашу схему работы, что один талон, одна услуга. Да, придумано это не нами. Мы достаточно так активно сейчас... А, сколько бы несколько очередей. Маленьких, но очередей. Да, взял талон, другая услуга, опять ты должен взять талон. Это не совсем, конечно, удобно, но сейчас нас услышало руководство Мингоса, и работа будет перестроена, чтобы уже люди могли сразу в окне несколько услуг. Ну, то есть, грубо говоря, в окне может перемещаться специалист? Да. Правильно я понимаю? Да, да. Тогда это действительно будет одно окно, еще с давних времен, это знаменитая фраза. Но, с другой стороны, мы прекрасно с вами понимаем, что действительно, если говорить о Московской области 15 лет, ваше отделение это 11 лет, вроде бы немного времени прошло, но мы же еще помним эти очереди в банк, когда ты стоишь в банк, не то что там какое-то место, где решать вопросы, потом тебя послали туда, сюда, если это, например, Москва, то это может из одного части округа в другую часть, причем какая-то была страшная история, и те люди, которые все-таки смогли придумать эту систему, они действительно, ну, дорогого стоят. Вот как вы считаете, у системы, ну, я тут не спрашиваю вас, как у глобального руководителя, высшего руководства, но как у руководителя на местах, что называется, есть у системы еще какое-то направление роста, что можно подправить, изменить, спрашивают ли вас ваше руководство о том, что вы считаете нужным, вот как вы говорите, да, изменить какие-то нормы, либо сократить, либо увеличить, есть такой диалог? Ну, конечно, есть, и, кстати говоря, вот 14 сентября это не просто было поздравление, но там еще и был форум, и в новшество очень много вводили, стулы приезжали, делились своим опытом. А, то есть, прямо на местах люди что-то придумывают? Конечно. И очень много всевозможных идей, но это все связано с цифровизацией, и если у нас это будет работать все четко, то будет удобно и заявителю, и сотруднику МФЦ. Если мы будем четко понимать, что мы можем завести на госуслугах, и чтобы у нас это четко не зависало и не крутилось, да, и, конечно же, заявитель быстро будет получать несколько услуг, которые ему необходимы. Но мы к этому идем, мы движемся. То есть правильно понимаю, что бывает такое, кстати, и в Москве, я наблюдал лично, когда все хорошо, холодно, красиво, все чисто, никто нигде не кричит, не нервничает, хотя люди приходят с разным эмоциональным подогревом, и вдруг, бах, все, все висим, вся компьютерная система висит. И тут как поступить? Да, техника иногда нас подводит, и подводит не только на уровне округа, да. Начинаем работать с людьми очно. А скажите, пожалуйста, вот если техника, ну, понятно, что она там, даст Бог, на день не подвиснет, но на какое-то время, это где-то регистрируется, то есть отправляется, потому что, чтобы на вас никто потом не наехал, что не вызвать? Нет, у нас есть технический чат, мы сразу же в моменте отписываемся, что вот у нас завесла программа ПК ПВД, это как раз что связано с Росреестром. И, соответственно, нам уже технические работники с Мингоса начинают помогать, чтобы это все дело настроить, чтобы это быстро все заработало. Да, мы сразу связываемся. Ну, я так понимаю, что и профилактика техническая, технологическая, то есть вот IT-сфера, то есть это специальные люди, которые, вот, мы, как, не все, может быть, даже знаем, что такие отдельные, да, как бы, но они быстро там ковыряются, пытаются решить эту проблему, и наверняка тоже какие-то новшества вводят. И вот тут возникает вопрос. Вот вы приняли документ, ну, сейчас неважно какой, и как быстро он идет по каким-то, ну, каналам, где решается вопрос? В этот же день в течение двух-трех часов уже пошла информация в ведомство, идет обработка документов. Ну, при этом мы еще и курьером бумажный носитель отводим. А, вот так вот. То есть если есть услуга, которая не связана с РПГУ, ну, с госпорталом, будем так говорить, то мы принимаем очно документы, эти документы отправляются на проверку в бэк-офис, и потом уже бэк-офис отправляет курьером непосредственно по ведомствам. То есть у нас еще и бумажный носитель, он существует. И это как некая подотчетная история, то есть вот вы приняли документы, и гражданин получает информацию, потому что там мы отправляем туда-то, и у вас есть, как обычно говорят, там в течение, не знаю, суток или недели, или месяца вы должны получить какой-то ответ. Ну, каждая услуга по-разному. Где-то 5 дней, где-то 1 день, где-то 30 дней. Ну, соблюдается вот это вот правило? Конечно. Если мы не будем это соблюдать, то ой-ой-ой, как нам прилетит. То есть это нарушение серьезное. Если есть техническая какая-то ошибка в работе, я имею в виду не от нас, зависящая с компьютерами, что-то. Вы просто объясняете это клиенту? Я думаю, что немножечко будет передвинут срок в связи с тем, что не работала какая-то определенная программа. Это от нас уже не зависит. Понятно. А вот вы говорите, прилетает. То есть я ни в коем случае не хочу, чтобы прилетало, но мы, как пользователи, за что вас могут не погладить по голове высшее руководство? Понятно, если вы выполнили услугу не вовремя, это мы уже поняли. А еще за что? Мы сделали какую-то ошибку техническую. Сам сотрудник где-то... Неправильно цифру написано. Да, человеческий фактор срабатывает, конечно. И сотрудники устают. И сделали ошибку, конечно, нас наказывают. Потом, ну, мы же сами понимаем, что заявителям что-то нравится, что-то не нравится. Могут написать на добро дел. То есть, может, вроде как все сделали, а могут написать плохой отзыв. А вот вы, как руководитель, иногда там по залу ходите, так как немножко подслушиваете. Я езжу по отделам. Это понятно. Но подслушиваете, как положено, что народ-то говорит. Особенно в центральном, в связи с тем, что я в основном рядом с центральным отделением. И если я слышу, что начинает заявитель возмущаться, то я сама беру этого заявителя за руку. И уже начинаю помогать. Личный контакт. Да. Это обязательно. Без этого нельзя. Как будто к вам пришли на прием. Сейчас сделаю небольшую паузу. У нас в гостях Маргарита Геннадьевна Скалябина. Можно сказать, лицо нашего родного Люберецкого Центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Директор Люберецкого многофункционального центра МФЦ. И еще раз напомню, что 11 лет исполнилась эта организация, которая, в общем-то, создана для того, чтобы всем нам было хорошо и удобно. Продолжим через некоторое время. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня говорим об МФЦ. Напомню, что расшифровывается это многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. И у нас в гостях директор Люберецкого центра Маргарита Геннадьевна Скалябина. И напомню, что в августе совсем недавно отмечалось 11-летие. Были тортики. Да, немного, но тортиков было. Потому что все время работа. Приходилось, наверное, между клиентами этот тортик пробовать. Ну, а 14 сентября МФЦ Московской области также отметила целых 15 лет. И давайте мы вернемся к услугам. Напомним еще раз, сколько сейчас обслуживается услуг. Это первый вопрос. Второй вопрос. Добавилось ли что-то новое в последние годы? И, может быть, от чего-то отказались? И такой глобальный вопрос, да? И может быть такой вариант, что клиент придет, задаст такой вопрос, на который вообще нет никакого ответа. Ну, если говорить, сколько у нас услуг, это на сегодняшний день федеральных 122 услуги, региональных 128, 228, и 78 услуг муниципальных. Если говорить, сколько мы за 9 месяцев оказали услуг, то это 730 тысяч. 8 тысяч. 730 тысяч. 80 тысяч – это консультации. Если мы говорим про электронные услуги, то это 165 тысяч 765, по-моему, какая-то такая цифра. Это электронные услуги. И если мы сейчас будем говорить о новшестве, да, оно существует. В прошлый раз я говорила, что к нам переехали соцзащиты сотрудники в Томилино. Сейчас новая идея Минсоцразвития и Мингосуправления. Заключен договор, что теперь сотрудники соцзащиты не будут находиться в Томилино, а будут работать дистанционно с заявителем. Что значит такое дистанционно? Это в МФЦ открыты 3 кабинета онлайн. Компьютер и подключается видеосвязь. И сотрудник находится. И заявитель, сотрудник МФЦ, и заявитель может сразу же подключиться. Из любой точки. Из любой точки подключиться и пообщаться с соцзащитой. Наверное, мы к этому идем уже вообще глобально. Да, пока, конечно, тяжеловато, потому что заявители привыкли к тому, что их принимают сотрудники соцзащиты, а сейчас их начинают гонять. Не нужно сюда приходить, лучше позвонить, лучше переговорить. А некоторые все равно же приходят? Конечно, приходят. Как же так? Но на самом деле, я думаю, что мы же ко всему привыкаем. К этому, конечно, мы привыкнем. Наши сотрудники помогают заявителям. Плюс ко всему есть еще такой красивый номер, на который можно позвонить с мобильного телефона. Это 122-6. И непосредственно созвониться с сотрудником соцзащиты. Сотрудник соцзащиты онлайн сразу же... А там не будет? Наберите, если это, наберите это. Нет, наберите 6. 122, наберите 6. И, соответственно, сотрудник соцзащиты берет трубку. Поток людей, да, много людей могут позвонить по этому номеру. Поэтому у нас и существуют еще вот эти вот онлайн-кабинеты, в котором можно пообщаться по видеозвонку. Ну вот тут, да, а есть услуги, которые невыполнимы? Ну, я не говорю каких-то там дурацких, а такие, которые вот вызывают проблему, что вам прям аппарат приходится подключать какой-то центральный. Услуги, да, существуют. Очень много услуг, которые связаны с перепланировками, с границами, вот все, что с этим связано. С хитрецой, да? Да, конечно, это звонок другу, ты начинаешь узнавать, ты начинаешь спрашивать. И наших сотрудников, которые в администрации, которые занимаются этим, они тоже нам помогают. То есть взаимосвязь очень тесная. И, да. А пишут благодарности? Да, конечно. Да? Конечно. То есть сами от своего, что называется, сердца, да? Да, да, пишут. И это как-то вас немножечко... Ну, конечно, радует. ...одушевляет. Потому что... Чаще-то как-то мы понимаем, что ведь сама все заточено, вот эти все, если вас не приняли в течение этого времени, требуйте того-то. Если я... Ну, когда начиналась МФЦ, я помню, это как бы преподносилась история, немножко отталкивалась от негатива. Но мне кажется, что сегодня уже немножко это ушло. Понятно, что клиенты разные бывают, но приятно, что пишут, да? Да, да. Вот. Сложный клиент приходит, который, в общем-то, требует ну, нечто, услугу, которая существует, который правильный, но какой-то сложный клиент. Какая есть постановка у ваших подчиненных, если вот такой попадается человек? Кто-то садится к нему, более, ну, умеющий разговаривать с такими людьми, ну, кто-то... Не то, что лучше подготовлен, ну, по своим каким-то данным. Как это... Давайте, наверное, начнем с того, что услуга одного окна, это все равно ты смотришь через окно, да? Если возникает какая-то проблема непосредственно с заявителем и не слышат друг друга ни сотрудник, ни заявитель, конечно же, подключается к этой работе начальник отдела. Если начальник отдела понимает, что ой, значит, мы уже начинаем свои такие чары пускать, которые и зам директора подходят, и директор, и приходят ко мне непосредственно... Ну, как любая компания, которая оказывает услуги, да? И мы начинаем решать это все вместе для того, чтобы... И выруливаете потихоньку. Чтобы заявитель ушел все-таки довольный, потому что это наша основная задача. Ну, собственно говоря, да. И вот тут возникает такой вопрос. Конечно, мы живем в эпоху, такая цифровая у нас эпоха, мы уже сами практически уходим в цифру, что называется, с головой, но тем не менее. Почему-то, вот даже я ловлю себя на мысль, что иногда хочется, если куда-то дозваниваешься, услышать не робота, который, вот, позвоните туда, 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 и ты уже прямо красный от нервов, а хочется услышать хоть какой-то голос. И да, бывает, что этот голос появляется, но иногда он как-то суховат с тобой. То есть говорит человек, не робот, но вот у него есть четкая программа, что если у тебя спросят вот это, ты все равно отвечай это. Вот не уходим ли мы от какого-то человеческого общения, когда, может быть, нужно не просто объяснить человеку, а чтобы он просто довольный ушел, а не только решил свою проблему? Робот у нас тоже существует. Нашего робота зовут Света. Света. Хороший. Который отвечает на вопросы, готов ли документ или нет. Это уже на выдачу. Но вместе со Светой работают сотрудники колл-центра, которые непосредственно тоже общаются с заявителем. Да, иногда бывает такое, что сотрудник встал не с той ноги и нагрубило. Ну, влетает. Получает. Получает, да. А как вы проверяете? Эти разговоры пишутся все? Да. Мы проверяем, как они разговаривают. То есть когда нас предупреждают, что, внимание, ваш разговор может быть записан, это правда? Да, это правда. Я вам могу даже больше сказать. Иногда сами звоним, как заявители, и проверяем наших сотрудников, как они общаются. Какие вы хитрые. Сейчас тайну нам раскрыла Маргарита Геннадьевна. Ну и возвращаясь еще к такому вопросу. Как вы считаете, на сегодняшний день все-таки мы уже приучили часть людей, не только которые... Ну, понятно, что госуслуги, правда, там много чего можно сделать быстро. Вот. И оплатить что-то. И даже если это неправильно оплатить, и вернуть деньги. Ну, в общем, целый комплекс услуг. Создать все-таки такую атмосферу, что люди не придут к вам, если они понимают, что им это не нужно, что они просто госуслугами воспользуются. Или все-таки есть такие еще, которые куда? Придут. Придут. И будут приходить. И это еще не один год, и не два, и не три. Все равно придут. Плюс ко всему, сейчас такая новая идет позиция руководства, что объединение идет с ведомствами. Ну, наверное, мы немножечко равняемся здесь на Москву. И ведомства у нас тоже непосредственно сидят в наших отделениях. Это ЗАГС. Сотрудники ЗАГСа в Центральном у нас сидят отделения на Ухтумке. Это по два сотрудника. И паспорт тоже, наверное. Паспортный стол у нас наши сотрудники, но мы взаимодействуем с управляющими компаниями. А загранпаспорт можно у вас? И загранпаспорт у нас, и паспорт. Все это непосредственно. Слушай, обычно это как-то так отдельно стоит? Нет, нет, это у нас. Получал загранпаспорт. Все у нас. Есть у нас в Центральном криптокабине. К сожалению, не совсем удачная сама аппаратура. Это периодически так ломается. Мне это очень не нравится, но я ничего с этим поделаюсь. Ну, вы уже написали, куда надо? Ну, конечно. И у нас новая услуга появилась с середины августа. Это сотрудник БТИ находится непосредственно в нашем отделении. Это на северной стороне. Если ориентировочно, это торговые ряды, инициативные 7А. Там сейчас у нас сотрудник из БТИ. БТИ, это как после ЖКХ, наверное, БТИ. Это такие святые три буквы, которые... Ну, вот у нас сейчас сотрудник непосредственно в нашем помещении. И я думаю, что это будет еще много-много-много всяких вещей. Ну, наверное, это будет в любом случае, даже когда мы совсем оцифруемся или еще что-то там произойдет. И, как помните, говорили, вот будет время, когда денег не будет. Ну, как-то пока все не наступило. Еще такое время. Хорошо. Еще такой вопрос. Ну, немножко поговорим о ваших сотрудниках. Одно дело их набрать, как-то немножко учить, требовать. А другое дело их как-то, ну, что называется, обласкивать с точки зрения каких-то льгот или каких-то возможностей. Какой сегодня... Что это такое работник МФЦ? Получает ли он там отпуск, какие-то, может быть, еще льготы или все в соответствии с пакетом? Да, наша организация работает по трудовому законодательству. Мы являемся муниципальным учреждением. Да, у нас заработная плата, у нас отпуск 28 календарных дней. И к отпуску материальной помощи. Даже материальная помощь есть. Хорошо. А кого вы принимаете на работу? Что нужно закончить, чтобы стать сотрудником МФЦ? И зависит ли, например, окно или услуга, точнее, может ли человек без высшего образования работать? На сегодняшний день, да. Если раньше это было только высшее образование, и желательно, чтобы это были юридические вопросы, то есть сейчас в связи с тем, что у нас, я повторяю, что с сотрудниками немножечко тяжеловато стало, мы уже смотрим сотрудников со среднеспециальным и техническим образованием. Но оно тоже может быть неплохое. Ну да. И вы знаете, я не вижу никаких препятствий. Вот буквально сегодня пришла женщина на собеседование, 63 года, и говорит, ой, я, наверное, не справлюсь. Почему? То есть, ну, возраст, это... Ну, наоборот, да, если человек хочет... Вы же наверняка сканируете, как любой руководитель, вам минуты хватит, чтобы понять, наш, в принципе, человек или наш. Дальше уже от него зависит. Но наоборот, вот мне кажется, что тут еще такой психологический фактор, когда, ну, немолодой человек приходит уже и сидит совсем молодой юноша или девушка, у него может быть какое-то сомнение. Я задаю сразу вопрос на собеседование. Вы готовы сесть в окно, если рядом с вами будет сидеть совсем молоденькая девчонка там или парень? Ну и что? Ну да, готово, все. Вопросов нет. Вопросов нет. Готово, значит, готово. Понятно. Рабочий день, как он выстраивается? Какой-то график у вас есть? У нас немножечко поменялся график в связи с тем, что переход вот в электронный вид, он поменял вообще игру нашу, да? Правила игры. Вот. И поэтому мы, наверное, не наверное, опять МФЦ по Московской области, у которых еще несколько отделов работают семидневку. Семь дней? Семь дней с восьми до восьми. То есть нет выходных в центральном отделении, Ухтомка, на той стороне это Люберецкие ряды, микрорайон один, это 8 марта, 30-б. Малаховка и Красково у нас работают 6 дней. Ну, все равно, по-моему, достаточно. Да. В воскресенье мы им сделали выходной, потому что, ну, в поселке как-то вот выходные меньше приезжают. И Октябрьский, и Тамилина, и Самолет, они все тоже семидневку работают. То есть из девяти отделов только два отдела работают шестидневку. Ну, в любом случае, мы понимаем, что что бы кто ни говорил, как бы ему чего ни казалось, есть время прийти и решить свои проблемы. Такой вопрос. А свадьбы-то расписывают молодых в Жаксе, которые не хотят весь этот шум? Да. Потому что я когда-то присутствовал в МФЦ, я был так удивлен, и на время улыбнулась, значит, теперь вы муж и жена, и все так, ну, кто находился, все так похлопали, так оригинально. Да, на лимузинах подъезжают у нас, расписывают их. И поехали дальше. Им интересно, они в МФЦ стоят в свадебном платье, в свадебном костюме, все красиво, замечательно. Мне кажется, что те, кто принимает документ, но как работник, да, тоже получают какое-то определенное удовольствие. Конечно. Ну и в завершение, какие есть пожелания для нас, для клиентов, как нам сделать так, чтобы нам всегда было хорошо? Что от нас требуется? Пожелания. Давайте мы будем все терпимы друг к другу, добрее, потому что сейчас такое время, и мы должны, наоборот, друг к другу относиться с теплым. Теплее, да. Поэтому вот такое пожелание. И еще, наверное, мне хотелось бы сказать, что я своих сотрудников очень всех люблю, и все равно я их в обиду не отдам. Так что, если что, будете иметь дело со мной, да? Я понял. Прекрасный разговор с Маргаритой Геннадьевной Скалябиной, которая является директором Люберецкого многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, который 28 августа отметил 11-летие. И мы видим, что директор не только переживает за нас, как за, ну, мы же основной, так сказать, контингент. Это клиенты, которые приходят и граждане страны, но и, конечно же, бьется за каждого своего сотрудника, чтобы, а, они были хорошие, и мы их не обидели, и они никого не обидели, а, б, чтобы они не сбежали никуда, в какие-то другие города. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Всего вам доброго. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»